У меня есть вопрос из недавнего прошлого. Почему нам не следует ложиться головой на север, когда мы спим? Это как та история с обезьянами. Я постоянно возвращаюсь к этому вопросу. Это чтобы вы приняли эволюционный процесс таким, какой он есть. Так почему же нельзя ложиться головой на север? Скажем, есть северный полюс и южный полюс. Это значит, есть магнитные центры. И вы также знаете, что огромные массы суши, целые континенты, медленно притягиваются к северу. Вы же знаете, что они перемещаются. По крайней мере, вы знаете, что с точки зрения геологии вся суша движется. Почему в Гималаях, в озере Моносоровр, можно найти морские раковины? Потому что в какой-то момент оно находилось на уровне моря. Сегодня озеро находится на высоте 4600 метров. Итак, что же перенесло это дно озера, которое находилось на уровне моря? Причина в том, что весь индийский полуостров врезается в центрально-азиатскую плиту. И именно поэтому Гималайские горы все еще продолжают расти. Они просто вздымаются вверх в результате столкновения плит. Вы видели, как сталкиваются машины? То же самое происходит и с Индией. Индия врезается. Каждый год Индия теряет примерно 1,23 сантиметра, или около того. Могу быть не совсем точным в цифрах, но где-то в этом диапазоне. Каждый год Индия теряет примерно 1,23 сантиметра, потому что она врезается в Гималайский горный хребет, и тот поднимается. Потому что магнитное протяжение Северного полюса медленно притягивает вверх всю земную сушу. Таким образом, присутствует огромное магнитное притяжение, когда целые континенты двигаются вверх. Такое магнитное притяжение постоянно действует по всему земному шару. Предположим, у вас началась анемия. Когда вы идете к врачу, что он вам прописывает? Железо? Так что, похоже, что железо — это важный ингредиент вашей крови. Да? Итак, поскольку в вашей крови циркулирует железо, если я приложу очень мощный магнит к вашей макушке, возможно, что кровь медленно начнет двигаться в этом направлении. Не так ли? Допустим, если магнит очень мощный, он может начать медленно притягивать кровь вверх, потому что в крови есть элемент железа. Ваше тело устроено таким образом, что ваше сердце, которое является насосной станцией системы кровообращения, находится на высоте три четверти тела, а не посередине, потому что трудно перекачивать кровь против силы тяжести и легче перекачивать в направлении гравитации. Поэтому сердце расположено здесь. Как правило, все сосуды, по которым кровь идет вниз, — это сосуды большего размера, а те, что поднимаются вверх, намного тоньше. А когда они поднимаются к макушке головы, — сосуды толщиной почти с волос. Они настолько тонкие, что если в кровеносную систему в мозге попадает одна дополнительная капля, происходит кровоизлияние. У человека случается инсульт. Итак, вы стояли вот так. Затем принимаете горизонтальное положение. И в системе уже происходит небольшой дисбаланс, потому что сердце качает кровь с учетом сопротивления силе тяжести. Теперь внезапно сопротивление гравитации пропадает. Вы лежите горизонтально и головой на север. Тогда кровь медленно притягивается в направлении к мозгу. Итак, во-первых, у вас может начаться беспокойный сон. Если вы лежите головой на север и заснете, у вас может начаться беспокойный сон. Могут происходить всякого рода сновидения. Если вы в пожилом возрасте, возможно, что у вас случится инсульт, или вы просто умрете во сне. Это вполне возможно. Это не значит, что если вы один раз заснете головой на север, вы умрете. Но если ваша кровать расположена так, что каждый день вы спите головой на север, вы напрашиваетесь на неприятности. Мы не знаем, какого рода проблемы возникнут. Это зависит от прочности вашего организма. Если организм очень слаб, вы можете умереть. Или у вас может случиться инсульт, или может быть просто беспокойный сон, вам будут сниться кошмары, или днем вы будете вести себя неадекватно. Может случиться много всего, потому что в мозге происходит избыточное кровообращение, которого не должно быть, просто потому что вы легли спать головой на север. Таким же образом, если вы отправитесь в Южную Америку, там не стоит ложиться головой на юг. Если вы отправитесь в Австралию, не ложитесь спать головой на юг. Там вы можете спать головой на север. Но в северном полушарии не ложитесь спать головой на север. А что делать, если живешь на экваторе? Можете вертеться, как ела. А в какую сторону лучше всего ложиться? В восток лучше всего. Север и восток — нормально. Запад подходит. Юг — если у вас нет другого выбора. Север — нет. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok